У нас сегодня третье занятие из цикла, посвященного принципам формирования образа, построения образа. И сегодня мы говорим о силуэтном методе работы. До этого мы разобрали гармонический метод работы и усвоили его разницу с центным методом. И, собственно, третья составляющая этой триады – это история про силуэт. И, как мне трудно догадаться из названия, это всегда история про нестандартную, необычную форму. И форма здесь играет большое значение, потому что она раскрывает определенную динамику. То, как одежда выглядит в движении. Нестандартная оптика обуви делает шаг как будто таким приплюскивающим. То есть, кажется, что последняя треть движения выглядит более резкой. И, собственно, такие оптические иллюзии всегда лежат в основе силуэтного метода работы. Поэтому один из основных принципов, который часто встречается в силуэтных образах – это контраст элементов. Жужа, тихо. Тихо. Извиняюсь, что-то собака ушла на улице, завелась. Это контраст элементов тяжеловесных, массивных, малоподвижных и элементов с очень подвижной оптикой. Вот, к примеру, здесь мы видим, на первый взгляд, этот образ можно было бы отнести к акцентным, потому что мы видим довольно яркую эклектику, но сочетается что-то металлизированное, струящееся женственное с кожульным свитером. Но при этом в данном образе тяжело выделить один определенный центр. И это, собственно, различает эти методы. В акцентном методе всегда у нас присутствует яркий, заметный, выраженный центр. В силуэтном методе образ работает полностью. То есть здесь у нас присутствует такое же ощущение целостности, которое характерно у нас для гармонического метода работы. Поэтому данный образ мы относим именно к силуэтам. И в целом использование элементов, которые по своей динамике сильно выбиваются из образа, использование контраста, объемов контраста отдельных частей по форме, по объему, по текстуре разных элементов образа, это, собственно, тоже прием, характерный для силуэтного метода работы. И первые эти слайды, это как раз такие спорные переходные, когда вроде бы эта история и про акцент, и про силуэт. Но в том случае, если мы не можем выделить один определенный центр, мы понимаем, что здесь работает в первую очередь силуэт. Общее между этими образами это минус по цвету. Грубо говоря, если мы делаем ставку на форму, то, соответственно, цвет у нас, как правило, уходит практически в ноль. Поэтому здесь точно так же, как и в гармоническом методе работы, цвета чаще всего используются не яркие, не супервыраженные. Но при этом цвета, в отличие от метода гармонии, здесь ближе к черному. То есть черный цвет – это основной цвет для гармонического метода. И в целом вот это основная история, которая для этого метода характерна. И в целом вот такие трендовые элементы, как асимметричные хвосты плесе, плесе с разрезом, сочетание кожаной текстуры с текстурой плесе – это все истории про силуэтный метод работы. Если говорить о бьюти-образах, о бьюти-элементе в данном типе образов, то он уходит в нейтрал. Это те макияжи, которые в черно-белом варианте, в черно-белой фотографии, в цветной фотографии выглядят практически одинаково. Собственно, на этом мы обращаем внимание. И каждый из элементов носит ярко выраженный графический характер. То есть присутствие графики в сочетании с нестандартной динамикой – это то, на что мы обращаем внимание в силуэтных образах. Поэтому эти образы производят такое эмпозантное, торжественное, не побоюсь этого слова, впечатление. И один из основных элементов таких образов – это так называемые креветки. То есть это юбка ГД, это расширяющиеся рукава, это акцентированное баском. То есть элементы, которые создают контраст объемов, но в отличие от акцентного метода, где неэргономичные элементы одежды сочетаются с обнаженным телом. То есть что-то неорганичное, неестественное, не соотносящиеся с формой тела, тело сопоставляется с естественными линиями тела в силуэтном методе. Контраст строится именно на игре на утрирование эргономичных линий. То есть на подчеркивание талии, на подчеркивание длинного бедра, на подчеркивание длинной руки. И даже такой рукав работает у нас на акцентирование талии. То есть в этом принципиальная разница. Чаще всего силуэтные образы довольно закрыты, но иногда они могут играть с обнаженностью. Причем эта обнаженность носит ярко выраженный, радикальный, спектакулярный характер.